Привет! Если вы еще не соскучились по новому выпуску новостей, значит вы слишком много времени тратите на соцсети. У настоящих трудяк есть всего несколько минут, чтобы посмотреть новый видос, узнать, что происходит в мире, а потом дальше засесть за вебинары от Умскул. Этим сейчас и займемся. Ну что, погнали? Глава Якутска решила продать здание мэрии для пополнения бюджета. Она отметила, что чиновники переедут в коворкинг без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может прятаться за своей дверкой. Похоже, глава Якутска просто устала играть в прятки и ей больше не по душе догонялки. А что, в коворкинге для этого места достаточно. Москва за год потеряла 20 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира и выбыла из первой сотни этого списка. Тимати, сдаем позиции. Время снимать. Новый клип. Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с Владимира Славьева и вернуть его видео в тренды Ютуба. Такими темпами скоро увидим видео от Славьева о том, что никто не пришел на его фан-встречу из-за ограничений. Пусть хоть конфет купят. Россия в ключевом матче Лиги Нации проиграла Сербии со счетом 5-0. Прямо как Аргентина-Ямайка. Ой, что-то я хотела сказать очень грустно. Грустно, конечно. В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайта, включая YouTube, Facebook и Twitter, за цензуру против российских СМИ. Следующий выпуск будем перекидывать по Bluetooth. Если его запретят, то выложим на Routube. На Камчатке мужчина с инвалидностью затопил соседей, чтобы обратить на себя внимание социальных служб. Его неделю не посещали соцработники. Эх, всем нам иногда просто не хватает внимания. Саша, Артур, открывайте краны! Ученые таскали у российских летучих мышей коронавирус. Ох и вкусные они, наверное. What? Минфин порекомендовал настольную игру не в деньгах счастья для роста уровня финансовой грамотности населения. Счастье в настольных играх, дорогие. Как же мы сразу не догадались. Спасибо, Минфин. На Авито появились объявления, в которых предлагают фотосессию с PlayStation 5. Стоит такое удовольствие до 5000 рублей. Фанаты плойки, что думаете по этому поводу? Может, скинемся? Ну или хотя бы на букетик для меня. В Госдуму внесли законопроект о студенческом капитале. Предлагают платить студентам по 500 тысяч рублей после получения диплома. Потратить, наверное, можно будет только на налоги. США официально подтвердили свой выход из договора по открытому небу. Этот договор предполагает свободные полеты разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. США заявили, что Россия грубо нарушала договор годами. Теперь у них закрытое небо получается. Странные новости на подходе. В Уренгое в машину на гейте врезился татарин. За него вступился чеченец. Перепалка обернулась дракой, в которой убили дагестанца. Похоже, это новый сезон Санта-Барбары. В Орловской области с авариями решили бороться святой водой. Тяжелая артиллерия пошла. Мужчина за одну поездку в Индию зарядился коронавирусом, малярией, лихорадкой деньгей и был укушен коброй. Скорее беги за лотерейным билетиком, мужик. Где-то тебе точно повезет. Ну вот и все. Новости закончились, но это временно. На следующей неделе встретимся снова, а пока не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и рассказывать друзьям об этом шоу. Пока-пока!